Национальная безопасность. Категория, затрагивающая абсолютно каждого. Правда, речь уже давно идет не только о военных угрозах и аспектах, связанных с противодействием преступности. С какими вызовами сталкивается общество в современной Беларуси? И какую стратегию противостояния выработали и реализуют правоохранители? Интервью с прокурором области Виктором Морозовым. Виктор Николаевич, пользуясь случаем, хочу предложить поговорить о вызовах и угрозах современного общества. Как бы здесь расставили акценты? Хочу сказать, что глава государства главную проблему для нашего общества видит распространение коррупции. Поскольку коррупция, как никакое другое явление, разъедает всю государственность. Как ржавчина. Совершенно верно. Идет компрометация должностных лиц. Идет неверие людей в то, что можно решить вопрос правовым способом. Поэтому глава государства сегодня требует и от нас, и правоохранителей, самые жесткие меры применять в отношении тех, кто переступил закон. Эта тема была актуальна и в 90-х. Эта тема по-прежнему актуальна и сегодня. В чем специфичность? Тогда были другие экономические процессы. Тогда, когда произошел развал Советского Союза, мы говорили о том, что разбазарилась государственная собственность. На базе государственных предприятий создавались почему-то частные предприятия. За копейки это все выкупалось и так далее. Тогда были одни процессы, сегодня другие. Сегодня мы говорим о том, что очень распространена коррупция при осуществлении государственных закупок. В России такое появилось выражение «пилить государственные средства». Вот в этом мы видим сегодня прежде всего свою задачу. Прозрачность тех процедур государственных закупок, альтернативность этих закупок, какое-то соперничество и так далее. Ну и, конечно, контроль со стороны государственных органов. Я еще об актуальном знаю. Не так давно в прокуратуре состоялось совещание с руководителями воинских частей региона. Близится призывная кампания. Вопрос, уверен, который витает в воздухе от матерей и отцов. Можно ли быть спокойными за своих детей, которые идут служить? Как прокурор, как глава надзорного органа в области, а я сегодня отвечаю за надзор и за войсками, в прокуратуре области есть военный отдел, есть офицеры, которые имеют определенный опыт, которые регулярно посещают воинские части, беседуют с личным составом, беседуют с военнослужащими срочной службы и проводят проверки соответствующие. И я, как авторитетный человек, могу заявить, что сегодня в войсках, расположенных на территории Гомельской области, созданы нормальные условия для того, чтобы молодые люди с достоинством прошли воинскую службу, и родители сегодня могут не волноваться за их судьбы. Ну и по завершению службы мы их вернем в семьи настоящими мужчинами. Вот даже при принятии присяги я присутствовал в воинской части, в январе месяце воинской части 55-25, это внутренние войска, и где порядка 400 родителей присутствовало. Вот вместе с командиром воинской части мы ответили на все вопросы родителей, и я прямо заявил, если, не дай бог, вашего ребенка кто-то обидит, есть надзирающий прокурор, к которому всегда можно обратиться и военнослужащим, и родителям. И соответствующие меры по нашей линии будут приняты, и мы сегодня заинтересованы в упреждении негативных процессов, которые могут, вот, к сожалению, быть, как это случилось, Борисович. И еще о безопасности детей, уж слишком актуальная тема, о безопасности детей и подростков. Знаю, что прокуратура этому направлению уделяет особое внимание. Что поменялось в обществе? Дети стали более жестокими и жесткими? Либо родители перестали должное внимание уделять своим детям и их безопасности? Ну, в вашем вопросе ответ кроется. Я должен сказать, что все-таки 21 век диктует нам новые условия, новые угрозы. Сегодня молодые люди чаще прислушиваются, к сожалению, не к советам родителей и учителей, а вот к интернету и тех, друзья, по ту сторону, которых они даже не видят, но их мнение авторитетнее, чем мнение родителей и мнение школы. Я бы видел вот сегодня со стороны родителей и со стороны педагогов у наших подростков выработать иммунитет вот тех негативных процессов, с которыми они сталкиваются. Это начиная от синего кита, вы знаете, общества суицидов, да, и заканчивая какой-то игровой зависимостью и так далее, и так далее. Не ограждать детей, а научить в этих процессах разбираться и выработать какой-то иммунитет, чтобы знали, что такое хорошо и что такое плохо. Вы задоверительные отношения. Совершенно верно. Есть сегодня примеры, когда инициативные родители при школьных советах общественных или попечительских, родительских советах, да, создают такие инициативные группы и под выдуманными никами сегодня заходят на сайты своих детей и, простите, задают им провокационные вопросы, начиная от наркотиков и заканчивая какими-то негативными увлечениями другими. Для их же безопасности. И проверяют, насколько они уязвимы сегодня вот по этим вопросам. Ну и потом, конечно же, делают для себя определенные выводы и проводят соответствующие беседы, наглядно показывают, ну, насколько опасно то или иное явление. Виктор Николаевич, сегодня буквально тезисно мы поговорили об угрозах и вызовах общества. Как, на Ваш взгляд, вакцина от этих болезней придумана? Ну, если говорить образно, всякая эпидемия, борьба с эпидемией заканчивалась выработкой вакцины, которая помогала успешно решать вот те многовековые болезни, которые, ну, грозили человечеству. Дорогу оселит идущая. Совершенно верно. Спасибо за интервью.